Есть такое понятие «настоящий мужчина». Оно означает самоконтроль, способность сдерживать свое половое желание, решимость, целеустремленность, способность работать над собой, аскетизм, мужество, ответственность, самообладание, стойкость внутренняя, способность принимать решительные решения и достигать свои цели. И знаете, если разобраться в этом вопросе, то есть одна интересная вещь. Оказывается, отношение к этому вопросу насчет гориллы является ключевым, потому что настоящий мужчина контролирует свою половую энергию, а настоящая горилла не контролирует, а наоборот считает, что это в неё самое главное. Настоящий мужчина стремится обуздать половое чувство своё, и поэтому у него появляется мужество, сильная память, аскетизм, выносливость, способность преодолевать трудности. Всё это от самоконтроля идёт. Самоконтроль означает способность победить свою зависимость от женщины. Поэтому в ведической культуре, в древней, мальчиков воспитывали отдельно от девочек и учили быть настоящими мужчинами, контролировать себе половое желание. Сейчас ситуация какая? Ситуация заключается в том, что уже с 13 лет, как только что-то начало шевелиться, то есть у мужчины появляется стойкое изображение перед глазами. Я уже пел сегодня. И снова вижу образ твой, Мадонна. Вот. Ну не та Мадонна, конечно, которая там, а другая. Вот. И результат какой? Вот эта картинка постоянно раздетой женщины перед глазами, которая стоит у мужчины, она даёт ему совсем другое развитие. Мужчины психическая энергия не по мужскому, по правой стороне тела идёт, а по женской, по левой. Значает, мужчина становится слабовольным, он склонен, становится к вредным привычкам, у него появляется похотливость, то есть у него как бы вторая фамилия появляется, не паспортная вторая фамилия, Кобелина итальянская. Итальянская фамилия вторая появляется у него. И он как бы начинает жить по принципам поручика Ольжевского. Знаете принцип поручика Ольжевского? Вы простите меня за этот анекдот, но он как бы показывает настоящему мужчину современному. «Не были ли вы в молодости членом суда?» Бывало, с членом туда, с членом суда. Согласно законам вот этого мира, человек, который так мыслит, он не может быть счастливой личностью. Почему? Потому что счастье мужское зависит от его способности победить самого себя. Понимаете? Победа мужчины начинается с самоконтроля. И вот смотрите, вот в этом заключается особенность отношений в наше время, что они очень сложны. Потому что женщина, её энергия идёт в правую сторону мужскую, она становится независимой, она становится мужественной, она становится как бы властной, она начинает давить на мужчину. Мужчина становится слабохарактерным в результате того, что он зависит от женщины. То есть он постоянно думает о сексе. Означает слабохарактерность. Настоящий мужчина как поёт? «Первым делом, первым делом, самолёты!» «Ну а женщины?» «А женщины потом!» Понимаете? Это настоящий мужчина так поёт. То есть для него развитие, как бы его деятельность, настоящая жизнь. А женщины потом. И некоторые женщины думают, «Ну это как, Олег Геннадьевич, как это потом, женщины?» «Так вы посмотрите в своё сердце, женщины, посмотрите в своё сердце. Вам что, нравится вот этот вот, «Муля, не нервируй меня!» Когда мужчина… Или такой вот мужчина, который не может себя контролировать, а риёт постоянно, дерётся. Почему это у мужчины всё проявляет в характере? От бесконтрольности. Смотрите, если взять, допустим, почему мужчина не может с женщиной спокойно обращаться? Потому что он очень сильно психически зависит от женщины. Он зависит от её половой энергии, вот этой энергии привлекательности. И так как он от неё зависит, у неё чуть-чуть настроение поменялось, а у женщины постоянно меняется настроение. Оно не может стоять на месте. Настроение чуть-чуть поменялось, и его сразу корёжит. Он не может это терпеть. «В чём дело?» — он говорит. Она говорит, «Я тебя трогаю». «Трогаешь!» То есть она его не трогает вообще. Она просто у неё настроение поменялось, потому что она женщина. Он постоянно меняется настроение. А его это трогает. Почему? Потому что он зависит. Он зависит от женской энергии. Вот в этом заключается проблема. Мужчина не может себя контролировать. Понимаете? Он дерётся, он ругается, он выпивает. Вредные привычки означают, нет силы контролировать себя. Почему? Потому что всё идёт в половую энергию. Мысли только о сексе. Всё. В этом заключается проблема. И смотрите, об этом ведь никто не говорит. По определению все говорят об обратном. Если взять телевизор, посмотреть. Настоящий мужчина — это какой? У которого есть жена, она его любит. Ну, обязательно есть любовница ещё. Он настоящий мужчина, он настоящий. То есть много женщин вокруг. Так это означает не настоящий мужчина, мои хорошие. Настоящий мужчина — это мужчина, который способен победить в себе вот это желание. Наслаждаться женской энергией. И тогда женщине с ним комфортно рядом становится. Потому что чем больше мужчина хочет наслаждаться женщиной, тем где тяжелее женщины жить. Она чувствует, что ей тяжело рядом с таким человеком. Так или нет, женщины? А кому, какой женщине нравится, чтобы больше приставал, чтобы больше мучил? Есть такие? Я вас благословляю. Есть такое слово ведическое. Татастху. Я вас благословляю. Вас будет больше мучить. Или не благословлять? А? Это и есть ваши проблемы. Тогда не благословляй. Видите, как, оказывается, беру свои слова назад. Я пошутил так просто. Вас немножко отрезвить. Итак, смотрите, оказывается, вот так вот, мои хорошие. Женщина хочет, чтобы мужчина обращал на нее внимание. Это факт. Но по факту лучше для мужчины работать над собой. Женщине это трудно объяснить, потому что ей хочется, чтобы мужчина обращал на нее внимание. И женщина должна так себя вести. Она должна быть красивой, привлекательной. Не то, что она должна в паранже в семье ходить. Она должна привлекать мужчину. А мужчина должен работать над собой. И в результате наступает гармония. Смотрите, женщина становится красивой, привлекательной очень. А мужчина становится очень сильным, мужественным. Другой вариант. Смотрите, женщина привлекает мужчину, он привлекается и мучает ее постоянно. Она теряет свою силу, свою красоту в результате. Она замученная становится, а не красивая. Или нет? Видите, и противоречие такое есть. Так вот, знайте, что это тайна большая. Кто такой настоящий мужчина? Это тайна в наше время. Потому что мало кто из мужчин согласится с этим термином. Это очень больно слышать мужчине, кто такой настоящий мужчина. Виды объясняют, что все развитие мужчины начинается с самоконтроля, с контроля семени. То есть решимость, мужество, отвага, это энергия семени, все. Если мужчина постоянно теряет семя, у него теряются эти качества. Естественным образом все это теряется. Это проблема. Продолжение следует...